Задача перед нашим фондом стоит инвестировать деньги инвесторов со сроком от 3 до 5 лет. Мы ограничены инвестициями в Россию и страны бывшего. СССР это, я говорю сейчас про стратегию, которая называется long only. Мы должны быть полностью инвестированы, не можем иметь хенч. Поэтому задача в таком рынке, когда РТС падает на 45% в год, очень сложная найти компании, которые позволят тебе перформить лучше, чем рынок в нашем видении. Мы разделяем точку зрения о том, что ВПУ падет на 5%, частично стране поможет слабый рубль. Однако структура портфеля, по сравнению с той, которую мы имели полгода назад, сегодня, на следующие 12 месяцев, существенно меняется. В рынке, где падает ликвидность и вообще, где капитализация схолкнулась тоже в два раза, очень сложно эту реструктуризацию портфеля провести, сложно покупать, сложно продавать. Но основная идея такова, что мы стараемся больше половины портфеля иметь в экспортерах. О многих из них говорили, о металлурге, цветные, нецветные, всякие. И экспортеры удобрений, и экспортеры мозгов, такие компании, как Люксофт и прочие. Они попадают вот в этот большой пул. Следующим образом, сканируя рынок, мы понимаем, что многие из компаний, которые были ориентированы на внутреннее потребление, будут в следующие 12 месяцев жестко сложной позиции в аутсайдерах с точки зрения перформанса. Поэтому у нас в портфеле теперь сведен к нулю вес компании финансового сектора. Там нет Сбербанка, хотя мы в него свято верим, как будущего чемпиона этой отрасли. Но следующие 12 месяцев не его. Также в портфеле больше нет таких имен, как Яндекс, например. Там нет Real Estate Девелоперов. Мы предпочитаем разделить оставшиеся 50% портфеля между компанией, которая генерирует нормальную дивидендную доходность, по нашему пониманию. Нормальная в данных реалиях уже близко к 10% снизу мы счастливы. И всего где-то четверть портфеля остается на национальных чемпионов, компаний, которые все-таки ориентированы на внутренний рост, у которых существует возможность расти быстрее, чем рост экономики. Это продуктовый ритейл. И, возможно, одна из компаний в медийном секторе – это Mail.ru, потому что мы верим в их возможность монетизировать ВКонтакте. У Яндекса никаких, нам кажется, в кармане сюрпризов нет и не будет. У нас нет ни одной телекоммуникационной компании на ближайшие 12 месяцев, потому что там нет ни роста, ни возможности делать там делевериджинг, потому что они просто не обременены долгами, кроме Вимпл.кома. Ну, в общем, вот так.